Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы начинаем проведение межфакультетского курса «Системы коллективной работы со знанием Вики-технологии». Курс поможет слушателям разобраться с общими принципами построения Вики-систем, их свойствами и способом использования. В качестве объекта изучения свойств Вики-систем и их возможностей мы рассмотрим самую известную в мире Вики-систему – Википедию. В курсе мы научим вас извлекать из статей этой базовой сетевой энциклопедии максимум информации, а также правилам и инструментам редактирования статей. Дадим представление о принципах и правилах взаимодействия между редакторами Википедии. Познакомим существующие иерархии участников, скрытые от глаз обычного пользователя. Этот курс не только и не столько о Википедии. Рассматривая Википедию как один из наиболее удачных продуктов цифровой трансформации систем коллективной работы со знанием, мы будем использовать его как тренажер для изучения и получения практического опыта взаимодействия людей в сетевом пространстве при выполнении совместной работы. Поскольку Википедия является одной из систем, построенной на технологии Вики, на ее примере мы рассмотрим основные свойства Викисистем, все шире используемых в качестве инструмента цифрового пространства. В курсе мы с вами также рассмотрим наиболее известные на сегодня системы коллективной работы со знанием. В этот перечень входят сетевые энциклопедии, созданные при помощи Вики-технологий, такие как китайские энциклопедии Байду и Худун, а также русскоязычные энциклопедии Руни Уверсалис и Ру Вики. Также в курсе мы проведем сравнение этих проектов с альтернативными решениями, одним из которых является портал «Большая российская энциклопедия», формирование которого принимает участие научно-педагогическое общество Московского университета. Представляемый курс по-настоящему междисциплинарный, поскольку все, рассматривая в нем информационные системы, предназначены для описания понятий, относящихся к различным предметным областям на различных языках, обеспечивая сохранение и приумножение этой информации для современников и потомков. Межфакультетскость курса подтверждается тем, что в формировании программы курса приняли участие специалисты различных подразделений университета, института математических исследований сложных систем, факультетов, ВМК, психологии и механика математического. Курс читается от лаборатории инженерии знаний, созданной в 2023 году под руководством академика РАО Алексея Львовича Семенова. В Институте математических исследований сложных систем, возглавляемых ректором МГУ, академиком Виктором Антоновичем Садовничем. В задачи лаборатории входит круг задач, связанных с цифровой трансформацией различных процессов, включая образовательную среду и использованием элементов искусственного интеллекта. В 2021 году Википедия отметила 20-летие своего существования. Интернет-энциклопедия была впервые запущена 15 января 2001 года. Стремительный рост количества статей сделал ее крупнейшим справочником за всю историю человечества. На нее ссылаются СМИ, к ней обращаются школьники, студенты и просто очень любознательные люди. За годы существования она неоднократно подвергалась критике, но тем не менее она продолжает существовать и не уступает популярности многим современным сайтам. На этом курсе нашей задачей не является сделать и слушателей заядлых википедистов и добиться любви к Википедии, в которой помимо достоинств имеется достаточное количество недостатков. Нам хотелось бы уйдить вас выступить в роли исследователей системы, чтобы объяснить ее свойства и научиться использовать их в решении своих текущих задач. Например, какие же свойства позволили сайту просуществовать более 20 лет? В нижней части слайда изображен биохимик, академик РАН Владимир Петрович Скулачев, получивший року и известность своими исследованиями, направленными на победу над старением человеческого организма. Академик смотрит на голову землекопа, являющегося для него объектом исследования, с целью определить секреты его долголетия. Этот небольшой роющий грызун живет на порядок дольше других грызунов подобного размера. Продолжительность жизни этого грызуна достигает 40 лет, тогда как у обычной мыши полтора года. Предлагаем уподобиться в вопросе исследования причин долгого существования Википедии академику исследованию. В этом случае, безусловно, к окончанию курса этот секрет вам откроется. Рассмотрим причины, по которым вики-системы обретают все большую популярность, как инструмент создания сайтов. Причиной являются уникальные свойства, присущие системам, использующим технологии Вики. Перечислим эти свойства. Первое. Технология тонкого клиента. Отсутствие необходимости установки дополнительного программного обеспечения на компьютер пользователя, поскольку программное обеспечение и информация находятся в центральном ядре. Второе. Обеспечение возможности одновременной работы над документом большого числа удаленных пользователей. Третье. Сохранение подробной истории всех правок, вносимых редакторами. Возможность возврата к любой из редакций документа. Четвертое. Использование в процессе редактирования унифицированного простого языка для создания документов, включая формулы. Пятое. Простые и удобные инструменты создания и поддержания гипертекстовой среды. Программа нашего курса состоит из 12 лекций и 12 семинаров, следующих за лекциями. Ссылка на все материалы, необходимые для прохождения курса, размещены на информационной странице курса. Слушателям курса доступны материалы презентации с гиперссылками к материалам, размещаемые в облачных хранилищах, доступ к которым будет вам открыт. Адреса хранилищ учебных материалов, видеозаписи, лекций и идентификаторы онлайн-конференции будут размещены на информационной странице курса, представленной на слайде. На текущем слайде указаны адреса для связи слушателей с преподавателями курса. По этим адресам слушатели могут задавать вопросы, возникающие в процессе выполнения заданий курса, а также вопросы по учету выполненных заданий, если вы обнаружите несоответствие. На сегодняшней лекции будут рассмотрены предпосылки и истории создания Википедии, этапы ее развития, описаны характеристики системы в настоящее время и оценено значение сетевой электронной энциклопедии в современном мире. В конце лекции вам будет выдано задание по регистрации учетной записи в Википедии, для чего вам придется выбрать имя, никнейм участника, под которым вы будете известны обитателем Википедии. Должен обратить ваше внимание, что это важный момент, который необходимо обдумать заранее, поскольку менять имя не так просто, а все ваши достижения и ошибки, вся история вашего существования в пространстве Википедии будут привязаны к этому имени с момента регистрации. По материалам этой лекции, как и последующих, будут производиться семинары в формате онлайн-конференции каждую среду, сначала в 17 часов. Создавая этот курс, авторы старались предельно сократить время, затрачиваемое слушателями, одновременно обеспечив максимальную доступность материалов. На текущем слайде представлена схема дистанционного обучения на этом курсе с обозначением основных видов информационных связей между преподавателями и слушателями, а также указаны основные источники информации по курсу, доступные слушателям в облачных родилищах. Изложу кратко основные составляющие методики преподавания нашего курса, направленные на максимальное сокращение затрат времени слушателей, в то же время приблизив взаимодействие, насколько это возможно, к форме индивидуальных занятий. Видеозаписи лекций по каждой теме курса будут публиковаться еженедельно. В конце каждой лекции слушателям дается задание для самостоятельного выполнения с учетом тех знаний и навыков, которыми он должен владеть на этот момент. Презентация каждой лекции, содержащая гиперссылки к материалам, связанным с темой лекции, в сети интернет будут доступны слушателям в облачном хранилище, где также будут находиться учебные пособия по курсу, как и перечень заданий для выполнения. Ответы на вопросы по прочитанной лекции и практические занятия по выполненному заданию проводятся со слушателем ежедельно, по средам, в формате онлайн-конференции с 17 часов. На слайде показана в качестве инструментов для проведения ежедельных конференций платформа TrueConf, но мы можем сменить систему видеоконференций, если посчитаем это решение целесообразным. Обратная связь слушателей с преподавателями курса осуществляется по адресам электронной почты курса, указанных в презентации ранее, а также регистрации слушателей в Википедии по системе Википочты на адрес участника wiki.cmc.msu. Также обмен информацией будет производиться в группе мессенджера Telegram. Для учета выполнения заданий слушателями курса создаются таблицы учета выполнения заданий, размещенные в облачных хранилищах. Таблица включает следующую информацию. ФИУ слушателя, факультет слушателя, дату регистрации слушателя в Википедии, количество статей, созданных слушателем Википедии, количество правок, сделанных слушателем Википедии, ячейки выполнения заданий по каждому занятию, ячейку суммарных баллов, полученных слушателем из выполнения заданий. На текущем слайде представлен общий вид таблицы журнала по учету выполнения слушателями заданий курса для получения зачета. Таблица формируется и дополняется преподавателем курса в облачных хранилищах и доступна для просмотра всем слушателям. Обновление информации таблицы производится не реже одного раза в неделю. Для получения зачета каждый из слушателей на протяжении курса должен будет выполнить практическое задание определенного объема, получить не менее 7 баллов за выполненное задание. Задания выдаются еженедельно в конце каждой из лекций по одному баллу за выполненное задание. По одному баллу добавляется за каждую созданную статью, не обязательно опубликованную в основном пространстве Википедии. Принимаются качественно подготовленные проекты статей на страницах черновика и инкубатора. Помимо баллов для получения зачета, каждый слушатель должен сделать не менее 110 правок в основном пространстве Википедии. Один балл добавляется за выполнение слушателями первых 110 правок. На слайде перечислены источники, в которых будут храниться учебные материалы по теме МФК. Вам будут известны адреса облачных хранилищ, в которых размещены учебные материалы курса, учебные пособия в формате PDF, материалы презентации и таблицы журнала для фиксации выполнения заданий слушателями. Эти адреса и гиперссылки на места размещения материалов курса, в которые они поступают сразу после создания, мы будем передавать слушателям в чате группы Телеграм-канала «Системы коллективной работы со знанием». Таким же образом вы получите ссылку на адрес еженедельной онлайн-конференции, используемой для проведения семинаров и консультаций. На видеоконференции эти слушатели смогут получить ответы на вопросы, возникающие у них по материалам прочитанной лекции и при выполнении заданий курса. Конференции будут проводиться каждую среду с 17.00. Хотя мы и будем отмечать принимающих участие в конференции, но не настаиваем их обязательном посещении слушателями. Если у вас не возникает вопросов при прохождении материалов курса и проблем при выполнении заданий, вы можете не поснимать у них участие. На семинарах будем давать пояснения к материалам прошедшей лекции и давать практические рекомендации по выполнению заданий. В подготовке этого курса использовались материалы, выпущенные общественной организацией Wikimedia.ru, занимающиеся развитием русскоязычной Википедии, о которой мы расскажем по ходу курса. Основным учебным пособием по работе с Википедией является вводный курс в Википедию, обложка которого и гиперссылка на его текст в формате PDF представлены на текущем слайде. Должны предупредить, что материалы, рассматривая учебное пособие, относятся ли к части вопросов, включенных в состав нашего курса. В 2022 году вышло учебно-методическое пособие «Введение в Википедию». В новой редакции это издание было расширено по сравнению с редакцией 2020 года. Пособие предназначено для желающих разобраться в функционировании энциклопедии Википедия, научиться работать с источниками и самостоятельно писать качественные энциклопедические статьи. В пособии обобщены типичные ошибки и трудности, с которыми сталкиваются новички при редактировании Википедии. В нем последовательно и доступно даются базовые знания о пользовательской интерфейсе Википедии, структуре, стиле и содержании типичной энциклопедичной статьи. Подробно описаны визуальный редактор и вики-разметка, необходимые для написания и редактирования энциклопедии. Объясняется, что такое история статьи и список наблюдения, как работать с источниками, загрузать изображения на Викисклад и иллюстрировать статьи, а также как взаимодействовать с другими авторами и редакторами свободной энциклопедии. Все разделы снабжены вопросами для самопроверки. Еще одним инструментом, дающим базовые знания по основным вопросам работы с Википедией, является онлайн-курс на платформе Stepik. В курсе рассмотрены следующие вопросы – технологии проекта Викимедиа, создание аккаунта в Википедии, интерфейс Википедии, интерфейс и структура статьи, визуальный редактор и вики-разметка, что такое история статьи и список наблюдения, как работать с источниками, загрузка изображений на Викисклад и иллюстрирование статей, а также множество других вопросов. С нашей точки зрения, недостатком этого решения является отсутствие практической составляющей. В курсе не предусмотрено обучение процедурам создания статей, внесения правок и взаимодействия с другими редакторами Википедии. В конце XX века экономист Питер Друкер провозгласил вступление человечества в новую экономику или новое общество, названное Друкером инфрационным обществом – knowledge society, и отличающиеся от председствующих формаций тем, что основную роль в нем играет знание. Друкер заявил, что в новых экономических условиях знание является не еще одним ресурсом того же порядка, что и традиционные факторы производства – труд, капиталы, земля, а вообще единственным имеющим значение ресурсом. Тот факт, что знание стало единственным ресурсом, делает, по мнению Друкера, новую формацию уникальной. Элвин Тофлер разделяет мнение Друкера и называет знание мощнейшей силой и ключом к грядущему сдвигу власти, обращая особое внимание на превращение знания из дополнения к силе денег и силе мышц в их квестэссенцию, что объясняет разгорающуюся по всему миру войну за контроль над информацией и средствами некоммуникации. Тофлер верит в окончательную замену прочих ресурсов знаниям. Джеймс Брайан Куин придерживается взглядов сходных со взглядами Друкера и Тофлера и считает, что экономические и производительные силы современных корпораций заключены в основном в интеллектуальной сфере и в сфере производства услуг, а не в материальных активах – земле, заводах и оборудовании. В своих воззрениях Куин идет дальше, утверждая, что стоимость большей части продуктов и услуг в первую очередь определяется возможностью развития основанных на знании нематериальных активов, таких как технологический ноу-хау, дизайн продукции, маркетинговые исследования, понимание клиента, способность персонала к производительному труду и инновации. Упомянутые авторы едины в том, что будущее принадлежит людям, вооруженным знаниями. В обществе, основанном на информации, работник умственного труда представляет собой единственную и величайшую ценность. Под определение работника умственного труда попадают люди, владеющие знанием, умеющие применить его с выгодой, точно так, как капиталист знает, как с выгодой разместить капитал. Куин подчеркивает, что способность к управлению, называемая им интеллект, основанной на знаниях, в наш век быстро становится главным навыком у руководителя. Роберт Бернард Райх утверждает, что единственное истинное конкурентное преимущество переходит на сторону тех, кого он определяет как аналитики символов. И тех, кто вооружен знаниями, достаточными для постановки вопроса, его решения и получения из этого выгоды. Японские компании вкладывают в понятие знания совершенно иной смысл. Они считают, что выражаемое словами и цифрами знание всего лишь вешкушка Айберга, а знание в основном неформализованное, то есть не является чем-то легко видимым и объясняемым. Неформализованное знание существует на уровне индивидуума, и формализации поддается плохо, что затрудняет его передачу кому бы то ни было и использование кем-либо, кроме владельца. Под это определение подпадает субъективное понимание, предчувствие и догадки. Кроме того, неформализованное знание тесно связано с действиями и опытом конкретного человека, так же, как и его идеалы, принятые им ценности и испытываемые эмоции. Таким образом, в неформализованном знании можно выделить два аспекта. Первый аспект – технический, включающий в себя повседневные и трудно определяемые навыки или умения, объединяемые понятием ноу-хау. Рабочая высочайшая квалификация, например, ценой многих лет труда, вырабатывает чутье кончиками пальцев, но часто он не в состоянии сформулировать используемые им научно-технические принципы. В то же время, неформализованное знание содержит и не менее важный когнитивный аспект, то есть силогические фигуры, умозрительные построения и ощущения настолько привычные, что мы воспринимаем их как неотъемлюю часть себя. Посредством когнитивного аспекта, неформализованное знание, мы ощущаем реальность, что есть, и прогнозируем будущее, что должно произойти. Хотя объяснить, почему наше представление именно такое, было бы достаточно тяжело. В материалах, размещенных в облачных хранилищах, гиперссылки на которые представлены на справочной странице курса, мы старались отобрать наиболее важное, что вам необходимо и достаточно знать для успешного прохождения курса, а далее успешной работы в Википедии. Все, о чем мы будем говорить на этой лекции и в последующих, можно найти в инструкциях и правилах Википедии. Но в подавляющем числе случаев информация, изложенная в них, избыточна. Избыточность информации – главная проблема, принесенная эпохой бигдейта. Этот фактор всем нам приходится учитывать теперь постоянно. Все мы ощущаем отчетливо, как меняется мир под воздействием стремительного наступления цифрового пространства и все нарастающего потока больших данных, давящего на нас. Это не могло не отразиться на нашей повседневной жизни, и в том числе на системе образования. На текущем слайде представлена динамика роста и изменение цифровой доли информации через рост мирового технологического потенциала для хранения, передачи и вычисления информационных данных. 2002 год объявился вереломным в изменениях соотношения мирового объема аналоговых и цифровых данных в пользу последних, объем которых увеличился в геометрической прогрессии лавинообразно. В 2007 году объем цифровых данных превысил объем аналоговых почти в 15 раз. В потоке этой информации много лишнего и недостоверного, подавляющей пропорции информации, относящейся к рекламе, прямой и контекстной. Эти процессы, проходящие в мире, неизбежно должны найти отражение в методике преподавания. Можно это описать так, что если раньше профессор-преподаватель был уникальным хранителем информации по определенной теме, которыми делился со своими учениками, то теперь источников этой информации огромное количество в разнообразных видах. Электронные тексты, аудио, видео и объем этой информации лавинообразно растет. В этих условиях преподаватель играет роль лоцмана в море больших данных. Провести своих слушателей наикратчайшим путем, избегая лишнего и предостерегая от опасностей на пути, которые далее им придется проделывать дальше в одиночку, научить своих учеников различать важное, отбрасывая второстепенное, и не поддаваться на соблазны блестящего. Декан экономического факультета МГУ Александр Александрович Аузан обращает внимание на цену времени, приводя пример. Часто, что цена времени, потраченного на поиск наиболее выгодной цены товара, оказывается значительно выше, чем полученная выгода от разницы в цене. Находясь в потоке больших данных, требуется особое внимание за контролем расхода времени, поскольку в этой среде число инструментов для этого непрерывно растет, как и количество инструментов по внедрению рекламы. Это и определяет главную задачу преподавателя в забитом информации цифровом пространстве, провести слушателя по информационному каналу, проложенную оптимальным путем, сосредоточив внимание на самом значимом и не давать отвлекаться на малозначимое. Задача слушателей – следовать за информацией, на изложенной в лекциях, по возможности не отвлекаясь. Попытаемся вместе пройти этот путь. Антагонизм понятия Big Data и Википедии подобен различию поисковой системы и искусственного интеллекта, выявляющего в различных ответах этих систем на одинаковый вопрос. Например, на запрос Бразилии поисковая система предложит 51 миллион ответов, в то время как искусственный интеллект выдат мастегмально-содержательные государства в Южной Америке с одноименной столицей. Авторы курса рассматривают Википедию как важный инструмент в защите информационного пространства от надвигающегося цунами больших данных. О чем подробнее мы расскажем в курсе. Люди по-разному воспринимают понятие больших данных. Одни воспринимают это как положительное и изучают, как этими данными управлять. Другие считают это отрицательным явлением и думают, как защититься от него. Явление больших данных, порожденное совокупностью цифрового формата и свойств сетевого пространства, включает в себя две части, которые будем условно называть хорошими и плохими данными. К хорошим и полезным данным относятся структурированная информация, включающая формализованные знания, создаваемые группой людей, которые условно можно объединить под понятием эксперты. К этой группе относятся ученые, специалисты в разных предметных областях, энциклопедисты, преподаватели. К этой части данных относится, безусловно, вся информация, формирующаяся в различных сетевых энциклопедиях. В нее можно включить Википедию, портал «Большая российская энциклопедия» и проектирующий ковчег знаний МГУ. Методики формирования такой информации в предмете инженерии знаний относят к экспертным системам. Одновременно с хорошими, в составе больших данных, как пена, нарастает доля плохих, паразитных и бесполезных данных. Это информация, связанная с рекламной деятельностью и вспомогательной промежуточной данной, создаваемой в процессе огромного числа параллельно выполняемых программных операций, но также, как и остальная информация, сбрасывая в океан цифрового пространства. Паразитная информация создается не людьми, а ботами и нейронными сетями, созданными людьми для достижения определенных целей, но не предусматривающих в своих алгоритмах запрограммированы остановки своей деятельности или запущенных и забытых. Скорость формирования данных ботами или нейронными сетями, как под виду ботов, многократно превышает возможности человека, поэтому цифровое пространство засоряется с большей скоростью, чем прирастает полезными формализованными знаниями. Явление бигдейта, безусловно, павильяна на сферу образования по причине существования огромного количества информации по разным направлениям знаний. Изменилась и роль преподавателя в современном мире. Раньше преподаватель был основным носителем знаний, которыми делился с учениками. Сейчас роль изменилась. Преподаватель не является единственным обладателем знаний. Знаний слишком много в цифровом мире. Роль преподавателя теперь это роль шерпы или проводника, который пытается провести учащихся наиболее коротким путем к необходимым им знаниям, не позволяет влекаться на постороннюю, паразитную и недостоверную информацию, которая так много существует в цифровом пространстве. Нам также приходится учитывать эти реалии в курсе, непосредственно связанным с цифровыми технологиями. Основная наша задача – научить слушателей, как отличать полезные данные от ложных, на что обратить внимание и где находить правильную информацию. Роль преподавателя в сетевом пространстве все более напоминает задачи сталкера, ведущего группу по территории запретной зоны, в которой каждый раз все меняется, и неизвестно, как она воспримет каждое новое воздействие. Информация, совершившая трансформацию перехода из аналоговой формы в цифровую, совершает следующий шаг – включение в сетевое пространство, обеспечившее новые возможности для распространения и доступности. Очевидно, что данные, хранимые на флешке и на серверах сетевых баз данных, имеют разную природу. По доброму сравнению, рыбы, выращенные в искусственном водоеме и рыбы, выросшие в море. Даже информация, размещенная на жестком месте вашего компьютера, подключенного к сети интернет, уже на полпути к свободе. Мы все можем наблюдать, как этот взрыв будоражит общество, выворачивает его наизнанку. Это вопрос не цифровизации, а вопрос выхода данных в свободное плавание. Ящик Пандоры открыт. Проблема усугубляется тем, что в это же сетевое пространство выпущено такие хищники, как творение искусственного интеллекта, например, нашумевшие разновидности чат-ботов. Невозможно не испытывать опасения о том, в каком состоянии к нам может вернуться информация, побывавшая в зубах нейросетей. Учитывая, что их производительность на много порядков превышает человеческую, как теперь отличить истинную информацию, вылованную из сети, от ложной? Рассчитывать нежесетевую защиту, огораживать экспертные системы? Эти вопросы остаются открытыми и исследуются в числе других задач в лаборатории инженерии знания. Сегодня трудно найти сферу жизнедеятельности, не связанную с интернетом. Настолько прочно вошел он в нашу жизнь, став естественной и незаменимой ее составляющей. Если когда-то его называли отдельным цифровым пространством или виртуальным миром, то сейчас точнее говорить о цифровом образе жизни, не просто ставшем социальной силой и расширившем возможности человека, но и трансформировавшем его психологические границы. Высказанное оказывает серьезное влияние на инструментарий и возможности инженерии знаний, подвергающиеся изменениям под давлением наступающего цифрового пространства. Цифровое информационное поле претерпевает изменения различной степени сложности, требующие соответствующих трансформаций всех процессов, связанных с формированием и извлечением знаний. Заглянем в историю попыток человечества над сохранением знаний и системами их распространения. В 1920-х годах бельгийский мыслитель Пол Отле создал универсальное информационное хранилище Мундауну, называемое также городом знаний. В Мунданему был собран архив справочных изданий, зафиксированных на 12 миллионах учетных карточек. В здании хранилища, помимо библиотеки и картотеки, был размещен зал связи, оснащенный большим числом телеграфных аппаратов. Этот узел связи обеспечивал прием запросов на получение информации и оперативные отправки ответов заказчикам. Некоторые считают это информационное хранилище предвеседственником Википедии. Служащим Мунданиума удалось обрабатывать около полторы тысячи информационных запросов в год. Главной проблемой Пола Отле, которую он осознавал и конкретизировал в своих трудах, являлось отсутствие средств автоматизации обработки информации. По прошествии 100 лет мы можем оценить информационный скачок, произошедший за прошедшее время, сравнив производительность информационных систем по производительности обработков запросов сервера Википедии. За прошлый год обработали 12 миллиардов запросов. Сравнение двух цифр полутора тысячи и 12 миллиардов говорит не только и не столько о том, насколько продвинулись технологии, а о том, в какой степени общество погрузилось в цифровое пространство. Ведь эти миллиарды запросов создали люди, отправили их при помощи различных гаджетов по сети интернет, и все эти процессы производились приспособлены для этого цифровом пространстве. На описанные процессы поиска информации большое число людей потратило свое время, что говорит о значимости для них этих процедур и, соответственно, получаемой информации. Преподавательское сообщество в 2020 году испытало и приняло на себя первый удар внезапной и вынужденной цифровизации, связанной с наступлением пандемии. Переход учебных дисциплин в дистант, происходящий в цифровом пространстве, потребовал новых инструментов и навыков от всех участников образовательного процесса. Связанная с этим трансформация внесла значительные и необратимые изменения в образовательную среду на всех уровнях. На текущем складе изображено погружение человека в цифровое пространство. В нашем случае это произошло не столь красиво и собрано, как изображено на текущем слайде. Внезапное и принудительное сталкивание общества в цифровое пространство заставило многих из нас в ней барахтаться и учиться плавать. Новая среда цифровая, как и многие явления в мире несет в себе и плюсы и минусы. Наша задача используя достоинства этой новой реальности избежать ошибок, связанных с ее минусами, а главное научиться выявлять положительные и отрицательные стороны производимых трансформаций. Режим онлайн является одним из базовых элементов цифровизации образовательной среды. Основная проблема, возникающая у сторон образовательного процесса при переходе к этому режиму, возникает по причине того, что между преподавателем и учениками появляется цифровая мембрана, накладывающая ограничения на процесс привычного аналогового общения. Великий Гетя сказал, сущие не делятся на разум без остатка, что означает, что человек не может постигнуть окружающий мир до конца, и что-то всегда остается неопознанным. Приход цифровой эпохи, разделивший преподавателя и ученика цифровым экраном, заставляет первоформулировать мысли великого поэта и мыслителя в следующем виде, аналоговый мир не делится на цифру без остатка, находясь с учениками по разные стороны цифрового барьера, мы безусловно многое потеряли из того, к чему мы привыкли и тому, что помогало выстроить взаимосвязь с учениками. Мы потеряли возможность ментальной связи с ними, возникающей неизбежно в аудитории, запахи, электрические поля, неуловимые движения, которые помогали почувствовать настроение аудитории. на сегодня нет таких датчиков, которые позволят обцифровать все это и перебросить через мост цифрового пространства. С этими потерями возможно на время, но придется расстаться, и надо честно сознаться, что мир не станет прежним, даже после победы над пандемией. Надо учиться жить и преподавать в новой реальности. Переход в дискретный мир, отняв у нас много того, к чему мы привыкли, одновременно принес много других важных инструментов и возможностей, которые мы должны научиться использовать, чтобы восполнить понесенные потери. Начнем с вопроса, какие основные характеристики цифрового сетевого пространства наиболее его характеризуют и отличают от реального аналогового мира. Я употребляю цифровое и сетевое вместе, поскольку эти понятия неразрывно связаны. Цифра обитает и распространяется в сетях. Цифра может существовать и в изолированных пространствах, например, в памяти компьютера, но здесь она никому, кроме владельца компьютера, незаметна, малодоступна и ей можно пренебречь. Речь идет о свободной цифре, гуляющей по сетям. Основными характеристиками выпущенной в пространство сетей цифры является скорость распространения и общедоступность. Распространение цифры трансгранично, как собственно и сетевое пространство. Цифра начала быстро размножаться. Нерегулируемое изображение цифры названо большими данными бигдейта. Коммерсанты способствовали размножению, выпуская гаджеты с новыми функциями, соединяющие по кутоке разнообразных данных и формирующие в результате их скрещивания новые формы данных. Также производители периодически увеличивают число пикселей в устройствах фото и видеосъемки. Данные дублируются, заполняя собой информационное хранилище. Процесс вышел из-под контроля человека. По сути, данные множит уже не человек, а растущее число ботов, встроенных в огромное число гаджетов, которыми мы окружены. Человечество запустило неуправляемую реакцию распространения цифры. Специалисты IT, юристы, психологи ищут пути взятия под управление, уходящую из-под контроля цифру. По нашему мнению, пока в этом взаимодействии цифра опережает усилия специалистов. Посмотрим, как описывается это понятие в Википедии. Цифровой след это уникальный набор информации о действии объекта в интернете или на цифровых устройствах. По всемирной паутине интернет-след это информация, оставленная пользователем в результате просмотра веб-страниц. Термин обычно применяется к одному пользователю, но может также относиться к какой-либо организации. Существует два основных типа оцифрованных следов пассивные и активные. Пассивный цифровой след это данные собранные без ведома владельца. Активный цифровой след появляется, когда пользователи намеренно публикуют свои персональные данные, чтобы рассказать о себе на веб-сайтах и в социальных медиа-сетях. Пользователь может оставлять информацию намеренно или неосознанно. Заинтересованные стороны пассивно или активно собирают эту информацию. В зависимости от объема этой информации можно без усилий собрать много данных о пользователе с помощью простых поисковых систем. Цифровые следы представляют некоторую опасность, поскольку их анализ позволяет выяснить, что, как и почему покупают интернет-пользователи, их пристрастия и взгляды. Пользователи оставляют после себя цифровые следы в онлайн-системах и новых медиа. Последствия этого могут быть непредсказуемы. Как прежние, так и обновленные записи доступны бесконечным цифровым настоящим. Универсальные шаблоны персональных онлайн-стратегий подчинены в основном осознанному решению, в результате чего пользователи сохраняют 70% контроль над своими цифровыми следами. Однако оставшиеся 30% действий в интернете пользователи совершают неосознанно, и это приводит к непредвиденным последствиям от кражи личных данных до посещения. Цифровые следы одна из составляющих, из которых складывают цифровой образ объекта, или так называемый цифровой двойник. И к этому понятию тема нашего курса имеет непосредственное отношение. Системы коллективного управления информацией в сети оказывают мощное влияние на формирование в общественном мнении восприятие цифрового двойника объекта, а через него и на восприятие оригинала в аналогово реальном пространстве. С развитием информационных технологий присутствие в сети интернет стало обязательным для практически каждого современного человека. Все больше операций совершаются онлайн. Во всемирную паутину переносится не только бизнес, но и личная жизнь. По сути, мы живем в виртуальном мире, получаем необходимую информацию, совершаем покупки, работаем, общаемся, обмениваемся данными. Известный философ Ноам Хомски в свое время задался вопросом. Если мы не проявляемся в онлайн, существуем ли мы вообще? Иными словами, наша личность переносится в цифровую среду, выходя на совершенно новый уровень взаимодействия. В информационном обществе мы уже давно встречаем людей не по одежке и даже не по визитной карточке, а все чаще по образу их цифрового двойника. Набрав в поисковой системе фамилию, имя и отчество человека, с которым предстоит встреча, мы получаем достаточно полную информацию, которая не может не оказывать влияния на наше отношение к оригиналу. Если мы не обнаружим информацию про персоналию из сети, то это вызывает у нас вполне обоснованное сомнение. Можно в этом случае сделать вывод, что человек не встроен в цифровое пространство, его влияние на процессы, проходящие в современном мире, незначительны. Это относится не только к людям, но и к неодушевленным объектам. Например, в случае, если цифровой след магазина не удается найти в сети, то можно считать, что для современного человека он практически не существует. Существует термин цифрового двойника, но появление концепции цифровых двойников было связано с ростом цифровизации производственных процессов, в ходе которой физические или аналоговые ресурсы заменялись информационными или цифровыми. Для разделения этих понятий оставим в курсе термин цифрового образа для персоналей и непромышленных объектов. На этом месте мы должны вам посоветовать работать над строительством своего цифрового образа. Это точно окажется полезным для успеха на жизненном пути. Это же относится и к организациям, например, к факультетам университетов. У нас сложилось мнение, что поэтому, к сожалению, не придается должного внимания. Вы можете проверить качество цифрового образа своего факультета, отправив запрос поисковой системе из различных браузеров и посмотрев, какая информация окажется в первых строках выдачи. Нравится ли вам в совокупность полученной информации? Так проверьте выдачу изображения на тот же вопрос. В результате прохождения нашего курса вы должны получить знания, позволяющие вам корректировать цифровые образы различных объектов посредством систем коллективной работы сознания. Например, наличие статьи в Википедии является высшим подтверждением статуса объекта вообще, и персональной в частности, поскольку система правил Википедии предусматривает процедуру строгого отбора по результатам оценки значимости объекта для создания отдельной статьи. Человечество в течение всей истории пыталось овладеть системой сохранения и управления информацией, делая непрерывные попытки оптимизации, которые не реализовывались из-за отставания технологии. Но обычно мысль опережала технологии, создавая теоретический фундамент для дальнейших построений. Возникновение Википедии в начале 21 века стало возможно благодаря тому факту, что технологические возможности человечества впервые догнали опережающую их обычно человеческую мысль. Энциклопедист Исаак Ньютон наилучшим образом выразил значимость обладания энциклопедическими знаниями в своей фразе «Если я видел дальше других, то только потому, что стою на плечах гигантов». Ньютон являлся энтузиастом создания общедоступной энциклопедии и читал ее основой создания разумного и справедливого общества. Мысль, высказанная Ньютоном, на самом деле восходит к изречению французского философа Бернарда Шаршского, сделанного еще в XI веке. «Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов, мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что обладаем лучшим зрением и не потому, что выше их, но потому, что они нас подняли и увеличили нас рост с собственным величием». Изречение «Стоя на плечах гиганта» в качестве девиза используется на сайте Google Академии. Метафора гиганта относится к тем, кто создал и сохранил энциклопедические знания, которые позволяют человечеству, овладевшему ими, подниматься в открытиях, опираясь на них. Денис Дидро, первый европейский энциклопедист, определил цель энциклопедии таким образом. Цель энциклопедии собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для людей ныне живущих, и передать тем, кто придет после нас, с тем, чтобы труд председствующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогщенные знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить грядущим поколениям. Популярными примерами цифровой трансформации у многих лекторов является модель цифровой трансформации сервиса таксомоторных перевозок типа Яндекс.Акси, Юбер, оказавшиеся чрезвычайно удачны. Это логично, поскольку большинству слушателей тема знакома, а люди моего поколения могут даже вспомнить положение дел до трансформации и провести сравнение. По нашему мнению, наиболее подходящим примером такой модели для образовательной среды является проект, известный большинству из вас под названием Википедия. Следует уточнить, что Википедия является лишь одним, хотя и основным из целого ряда проектов, созданным фондом Мики-Медиа. Каждый из этих проектов выполняет определенную функцию. Все проекты взаимосвязаны, и именно эта комплексная система позволила достигнуть необходимого уровня сервиса, обеспечивший успех глобального проекта. Система складывается из более чем 10 проектов Вики-словарь, Вики-учебник, Вики-тека, Вики-склад, Вики-данные, Вики-новости и другие. Безусловно, Википедия в том виде, в котором она известна в настоящее время, является результатом многоступенчатой цифровой трансформации мировой системы энциклопедических знаний. Совершенствование этой системы в различных видах осуществлялось до исторических времен. Ключевыми узлами на этом пути можно считать Александрийскую библиотеку, энциклопедию Дидро, Город знаний, Мунданиум, Поле Отле. Последним узлом, после которого произошел процесс, который можно назвать именно цифровой трансформацией, был проект цифровой англоязычной энциклопедии, называвшейся Нупедия, просуществовавшей с 9 марта 2000 года по сентябрь 2003 года и оставшейся в истории в основном в качестве прародительницы Википедии. Процесс цифровой трансформации Нупедии в Википедию занял не больше, многим более трех лет. Трансформация оказалась удачной и мир отметил в 2021 году 20-летие продолжающегося непрерывно расширяться проекта Википедии. На текущем слайде представлены основные принципы и инструменты, позволившие создать устойчивость проекта Википедии. Первое. Цифровой формат хранения информации, обеспечивающей единство, одинобразие формата всех данных проектов. Сетевая среда, обеспечивающая высокоскоростной трансграничный доступ к цифровому пространству проекта для всех участников проекта. Платформа Медиа Вики, не требующая установки дополнительного программного обеспечения на устройства редактора и обеспечивающая сохранение всех редакций правок, вносимых ими в систему данных, а также удобный многопользовательский режим их работы. Гипертекстовая среда, дающая дополнительные измерения к текстовому формат в системе внутренних ссылок. Язык Вики-разметки, упрощенный язык программирования HTML, унифицированный для всех участников проекта. Антагогическая система, обеспечивающая дополнительное структурирование всех элементов, входящих в базу данных проектов, позволяющая использование данных Википедии в качестве обучающего множества для систем искусственного интеллекта. Свободная лицензия, под которой находятся все виды информации Википедии, позволяющие любому пользователю их использованию в сети с простым условием отсылки к источнику. Фундаментальная система правил, регулирующая взаимоотношения участников иерархической саморегулируемой системы проекта. История накопления и сохранения знаний полна случаями их кражи и, соответственно, защиты. Чем больше знаний накапливается человечеством, тем все более сложными и запутанными становятся эти процессы. В средние века предстотниками авторского права были так называемые привилегии. Привилегии выдавались монархам, лично автору, по просьбе последнего. Как правило, привилегии выдавались на художественные литературные произведения. И такая практика была редкой. Многие ученые и люди искусства придерживались той точки зрения, что их произведения являются не актом творения, они являются лишь проводниками божественного знания, которые выражают по сильным способам. Соответственно, заявлять права на свои произведения было бессмысленно и греховно. Рождение авторского права можно считать 10 апреля 1710 года, когда впервые принят закон «Статут королевы Анны», вводящий авторское право. Закон, принятый британским парламентом, защищает авторов книг, карт и чертежей. Автор произведения обладает правами на свое творение на протяжении 14 лет и после истечения этого срока имеет право продлить его еще на 14 лет. Регистрация производилась в судах. С этого момента давление авторского права на общество постоянно росло. В 1998 году срок действия авторских прав был продлен. Он действует до смерти автора и плюс 70 лет после этого. Новый закон ограничил возможности использования компьютеров для копирования и воспроизводства произведений, защищаемых авторским правом. Совершенно очевидно, что действующее законодательство вступило в принципиальное противоречие с обычаями, принятым в новом цифровом информационном обществе, коммуницирующем в трансграничном сетевом пространстве с неограниченными возможностями копирования и распространения любой информации. В курсе мы рассмотрим появление нового принципа отношения к артефакам, называемого копи-лефтом, а также новую систему свободных лицензий Creative Commons, соответствующую в большей степени условиям современного цифрового общества, требующую свободного пользования информацией и отмены устаревших принципов эпохи Гутенберга. Википедия и многие другие сетевые источники информации, порталы и сайты размещают информацию под свободные лицензии. На слайде вы видите аллергическое сражение копи-лефта с копирайтом и как можно видеть первый побеждает, поскольку будущее безусловно за ним. Для успешного продолжения курса слушателям необходимо зарегистрироваться как участнику Википедии и оформить свою личную страницу. Это будет первым заданием курса. После регистрации вы получите дополнительные возможности и инструменты для работы в пространстве Википедии, а также писать с использованием системы Википочты электронные письма ведущим курсом о выполнении заданий курса и возникающих проблемах. Каждому участнику Википедии автоматически присваиваются две специальные страницы – личная страница участника и страница обсуждения участника. Эти две страницы образуют так называемое пространство участника, играющее вспомогательную роль, а именно выступающие как средство общения с другими участниками проекта по вопросам, касающимся совместной работы над энциклопедией. Страницы участников не являются статьями Википедии, включенными в основное пространство Википедии, а находятся в отдельном пространстве имен участников. Для отделения личного пространства участника от основного пространства необходимо поместить на страницах личного пространства специальный шаблон в двойных фигурных скобках «user page». Страницы участников не подлежат включению в категории, предназначенные для категоризации энциклопедических статей. Страницы участников открыты для просмотра и даже редактирования другими участниками Википедии. Впрочем, редактирование чужих личных страниц без приглашения считается дурным тоном, а в некоторых случаях даже вандализмом. Ссылка на страницу участника или страницу обсуждения автоматически включается в подпись участника. Хочу обратить ваше внимание на важные задачи выбора имени участника. Выбирая себе имя Википедия, не следует забывать русскую пословицу «по одежке встречаю», потому что ваше имя – это та самая одежка, которая должна выглядеть пу скромно, но прилично. В зависимости от того, насколько сильно вы хотите сохранить свою анонимность, ваше имя участника может основываться на вашем настоящем имени или привычном прозвище, или же это может быть абсолютно новый псевдоним, которым вы раньше нигде не пользовались. Если вы решили не использовать свое настоящее имя, вам следует выбрать подстоящий псевдоним – никнейм, который не только нравился вам самому, но и не вызывал бы негативные реакции у друзей. В Википедии имена участников являются чувствительными к регистру, но первая буква имени автоматически делается прописной. Ваше имя участников по умолчанию будет появляться в вашей подписи под репликами на страницах обсуждения. Пользуясь своим подлинным именем, вы позволите другим идентифицировать себя с тем, что вы пишете, и таким образом вы можете подвергнуть в себя опасности личных нападок или даже преследования в реальной жизни. Рекомендую за ранее оценить все преимущества и недостатки того, что вы будете делать правки под своим настоящим именем. Даже если вы в дальнейшем захотите сменить имя, информация о предыдущем имени все равно остается доступной для всех. Единственный приемлемый выход в этом случае – начать жить заново с чистого лица. На следующих слайдах будет показана процедура регистрации аккаунта в Википедии и создания страницы участника. Если перейти на заглавную страницу Википедии, то в верхнем правом углу страницы незарегистрированный участник увидит закладку «Создать учетную запись». Для начала регистрации нужно нажать на эту закладку, отмеченную на слайде красной стрелкой. После этого вы попадете в меню помощника создания учетной записи, показанную на следующем слайде. На самом деле, если вы вошли как незарегистрированный участник, то в правом верхнем углу любой страницы будет видна закладка «Создать учетную запись». Поэтому процедуру регистрации можно совершить с любой страницы Википедии. Эта запись появится, если вы просто выйдете из своего аккаунта, поскольку в этом случае вы являетесь для системы Википедии незарегистрированной пользователями, и она предлагает исправить эту ошибку. На странице меню помощника создания учетной записи вам нужно заполнить шесть текстовых полей, отмеченных на слайде синими стрелками, и после их заполнения нажать на расположенную под ними кнопку «Создать учетную запись», отмеченную на слайде красной стрелкой. Первое и самое важное – это имя вашей учетной записи. То имя, которое с момента регистрации будет закреплено за вами на страницах Википедии. Конечно же, имя участника при большом желании впоследствии можно изменить, но это сложный процесс, требующий помощи одного из администраторов Википедии. По этой причине мы предлагаем вам проявить внимание к этому выбору. Второе поле – придуманный вами пароль, его вы вводите самостоятельно и запоминаете. Следующее поле – повторение пароля. После ввода пароля вы вводите адрес вашей электронной почты, благодаря чему вы сможете воспользоваться единственным способом восстановления своей учетной записи в случае, если забудете пароль. После заполнения этих полей повторяйте набор букв и цифр, которые предложит вам система CAPTCHA на картинке в целях безопасности, чтобы проверить, что вы не бот. После чего нажмите на синий прямоугольник в левом нижнем углу с надписью «Создать учетную запись». Для облегчения процесса регистрации и создания личной страницы участника снят видеоролик, ссылка на который размещена на текущем слайде. До свидания, до следующей лекции! Субтитры создавал DimaTorzok